В Москве состоялся научно-философский диспут «Неупущенные возможности». Мероприятие прошло в рамках проекта «Рождённые раньше срока». В ходе диспута обсуждались вопросы оказания медицинской помощи недоношенным детям. У одного из ста новорождённых выявляется кардиологическая патология. Поэтому использование ультразвукового оборудования с целью раннего выявления критических врождённых пороков сердца особенно актуально. Именно проблему освоения сложной техники обсудили первый на научном диспуте. По мнению экспертов, только 15% врачей в стране обладают необходимыми навыками для работы с современным перинатальным оборудованием. Зная подготовку врачей, которые приходят на циклы тематического совершенствования, то есть это люди, которые уже работают, они вот встали со своего рабочего места и пришли на цикл повышения квалификации. У них владение прибором очень низкое. Они используют 2, 3, 4 кнопки. Каждая кнопочка, она отвечает за какую-то определённую функцию, которая должна улучшить и визуализацию, в конце концов, диагностику. Даже на самом новом оборудовании, по самому последнему слову техники, не обученный или неправильно обученный, или не полностью овладевший всеми функциями этого сложного аппарата, специалист, к сожалению, не сможет выставить правильный диагноз или провести соответствующее лечение. Именно поэтому так важен запуск системы непрерывного медицинского образования, отметили эксперты. Сейчас она всё ещё и не заработала в полной мере. Раньше ведь у нас было повышение квалификации раз в 5 лет. Ну, очевидно, что за 5 лет исчезают все прошлые навыки. Да, собственно, вся информация в медицине на 100% обновляется. Поэтому смешно, конечно, такими категориями сегодня мыслить в век космических скоростей. Образования должны идти непрерывно. Даже сидя на рабочем месте, изучая в онлайне различные программы, просматривая даже онлайн какие-то конгрессы. Также в рамках диспута обсудили затраты на лекарственную терапию недоношенных детей. Главный вопрос – почему в условиях экономического кризиса так важно применять препараты с доказанной эффективностью? И их кажущаяся на первый взгляд высокая стоимость, но ведь эти вложенные деньги оборачиваются в тысячу раз большими сохраненными финансовыми средствами за счет экономии на ненужных госпитализациях, ненужных препаратах для лечения чего-либо уже развившегося, на реанимацию, искусственную вентиляцию легких и многих-многих других проблем, включая даже летальный исход. Ведущее место по заболеваемости и смертности среди новорожденных занимает респираторно-синтециальный вирус. Недоношенные дети находятся в группе высокого риска инфицирования и тяжелого протекания этой инфекции. Невероятно глупо, вложив миллионы и выходив, например, недоношенного ребенка, не вложить еще чуть-чуть на его защиту активную или пассивную иммунизацию от тяжелых инфекций, которые для его конкретной жизни станут фатальными. Видеомост объединил в одну аудиторию более полутора тысяч российских неонатологов, педиатров и акушеров-гинекологов из большинства регионов России. Также на мероприятии презентовали новый дизайн символа проекта, рожденный раньше срока, шапочки детского доктора 2017. Она вручается лучшим специалистам в качестве знаков преемственности и объединения усилий врачей разного профиля. Дарья Зарубина, Ирина Крюкова, Медвестник ТВ